Здрасте! Всем, друзья, привет, Оленьки! Мы продолжаем играть на NF-марш, 22-ая ферма, и у нас все еще июль, 15.35, и все это время, то что шло, было уборочное, и время стояло на 0.5. В общем-то, что у нас происходит? Все контракты, которые я взял в прошлой серии на уборочную, я почти выполнил. Вот 78-ое поле у нас последнее еще не убралось. Двумя комбайнами я его убираю. Поставил я, друзья, тут уборку загонами, и при уборке загонами, то есть он сейчас едет вот по этой вот правой полосе, потом развернется и навстречу будет ехать вот эту вот полосу убирать. Соответственно, шнек у него все время слева, он всегда может разгружаться и почти всегда разгружается на ходу, чтобы как-то сократить время простоя. Плюс запустил я сюда два комбайна, но запустил их не конвоем, а просто вот этого желтого. Запустил примерно с половины пути. И, кстати, почти угадал, вот у него последний загон он доделывает. Он, правда, две проходки уже сделал. А второй наш комбайн в середине поля как раз, он только начал последний загон делать, ему туда-сюда-обратно продано тюков 309. А почему так мало? А, там какой-то был незакрепленный, я все понял. Ну ладно. Так вот, второй наш комбайн, класс, который мы купили в прошлой серии, он вот тут вышел на загонку. Также, друзья, я запустил тюкалку, которая тюкует тюки. Ей еще работает 4,5 часа. И во мне сейчас борется алчность с линию. Прям два смертных греха, которые борются друг с другом. По сути дела, здесь лежит дохренища соломы. Затюковать ее и убрать. Понятное дело, что сейчас пока тюкалка свободно, контракт открыт, пускай тюкуется. На склад я отвез 4 прицепа, чтобы контракт не закрылся сам в любое время. Точнее, когда они доделают. Можно было солому убирать. Дело в том, что если перезапустить игру с выполненным контрактом, потом солому убирать на ней уже нельзя будет. Даже с модом. Короче, на всякий случай, 4 прицепчика отвез на базу. Им тут работать осталось желтому вроде всего полчаса. Но с учетом простоя, минут 40. А, 16 минут, даже меньше. Ну, в общем-то, полчаса. Опс, случайная. Давай, едь. Так вот, как я говорил, они за счет того, что работают с загонами, разгружаются на ходу. И сейчас этот прицеп наполнится просто на ходу полностью. И уедет на разгрузку. Но потом он будет стоять и ждать этот прицеп. Манов у нас и прицепов мало. Но я уже не стал сейчас этим затариваться. Уже ладно. Также, друзья, пока была уборка этого поля, я успел сделать абсолютно все контракты на тюковку сена. Кроме 4 поля, его делать не хочу и не буду. И 6 тоже не буду. Все остальное это силос. Их, в принципе, можно начинать делать уже сейчас. Техника для этого у нас есть. И она свободна. Единственное, только возилка. Но так как я уже тюки все убрал, которые вокруг поля. Нет, с обратной стороны что-то осталось. Поехали быстренько ручками их соберем. Короче, тюки вот эти вот, которые по проходам вокруг поля, они сейчас все будут собраны. И наша тюкалка может спокойно себе тюковать. И никакие тюки мешать ей не будут. Поле можно будет просто оставить. А после того, как мы закончим все остальные контракты, просто приехать, забрать отсюда тюки. А когда просто тюки будут лежать, можно даже контракт будет закрыть. Единственный косяк, то что после уборки появится контракт на культивацию. И тюки уже будут мешать. С другой же стороны, начнется по кругу. И начнем их вывозить. И мешать они не будут. Будем собирать по мере надобности. Тут я аж 5 поворотных полосам ужахнул зачем-то. Так, это вроде как все. Выгружаем их. Загружаем обратно. Чтобы было все красиво. И давай едь оставшиеся собирать. 48 штук еще лежит на поле. И здесь они тюкуются быстрее, чем он их собирает и отвозит. Потому что разброс большой. Но здесь, как видите на карте, их прям вот плотненько будет. А теперь представьте, что все 78 поле будет. Так вот увешано с такой же плотностью. Сколько здесь поместится этих самых тюков. Но это ладно. У кого там топливо заканчивается? У этого товарища топливо заканчивается. У нас еще в прицепе на заправку на одну есть. Двух комбайнов. Да, топливо они сегодня сожрали. Просто капец. Ну ничего, сейчас заправим. Наверное обоих сейчас заправим. И отправим этот прицеп заправляться. Заправляется он у нас все-таки долго. Пускай он уже этот ман отпустит тогда. Если ему топлива хватит. Ему 4 прохода еще надо сделать. И он закончил. Или 2. А, это 13 метров. Широкие проходы. Да. 2 прохода всего. Представляете? И аллилуйя. Вообще лучше было бы конечно этого мана отправить разгрузить лексиона. Потому что он там забитый. И второй разгрузчик уехал. Но ладно уже. Этому 5 проходов осталось. А вот это еще все поле. Короче я еще не решил тюковать его или нет. Вроде как дохрена денег. Но это ладно. У меня есть куча времени подумать. Что друзья мы вообще сегодня будем делать? Конечно же мы будем делать оставшиеся контрактики на тюкование. И мы их сразу же возьмем. Блин, может кто-то тут сделаешь? Чтобы не мазорил глаза. И со всех этих контрактов, друзья. Что самое приятное? Останется лишний силос. И останется его дохренища. И мы его не будем продавать. Мы пойдем и прямо сейчас купим Вегас. Нет, мы собирались заправить эти самые. Я же забыл совсем, что я сюда приперся-то вообще. Кстати, пока класс стоит, можно съездить заправить класс. Батарейка в нашей электричке села уже, кстати, почти наполовину. Наездила она уже 123 километра. Таская за собой, правда, вот эту вот бочку здоровенную, которая 5,8 тонн весит. Это она сейчас весит 5,8 тонн, полупустая. Так, заправляем комбайн. Кстати, класс жрет в два раза меньше топлива у него расход, чем у Нью-Холланда у нашего. Я тут заметил такую штуку. Он, когда работает, примерно 300 литров в час ест, а тот 600. Ну, он еще даже поехал немножко проехаться. Заполнится сейчас на 100%, но это ладно. И поехали ловить еще и Нью-Холланда. Он мана уже отпустил. Точнее, ман сам уехал на разгрузку. Забитый. Какое же здоровенное поле, офигеть. А, и Нью-Холланда же и остановился. Все, типа, нужно топливо, да? Везу, везу. Сейчас все будет. Тиэкс. Сейчас припарковались и наполняем комбайн. Прям даже жатку сложил. Друг, еще рано. Тебе еще целую проходку ехать. На которую у него, кстати, топлива-то и не... Точнее, топлива хватит. Бункера не хватит. Так что он остановится, будет ждать мана. Даже полного бака не хватило заполнить. Все, друг, поехал. А тебя? Тебя. Тогда мы отправляем на заправку. Заправка Север Дизель. Погнал. А мы, друзья, возвращаемся на базу. А тут у меня стоят вот эти вот чизеля. У них здесь парковочные места. Это прям временное решение. И я обязательно разберусь с нашей техникой. Просто вот все собираемся мы этот самый биогаз покупать. И вот давайте его купим. Он стоит полтора миллиона. Я насобирал столько денег. Покупаем. Минус полтора миллиона денег. Остается 2-3 тысячи. Но сегодня мы еще заработаем. Вообще, кстати, мы не посмотрели в начале серии финансы. Поэтому давайте быстро глянем. Июль. У нас идет. В прошлой серии он начался. Новая техника. Мы купили нового класса. И новую жаточку к нему. Строительство понятно только что купили. Обслуживание техники на 300 тысяч. Это охренеть сколько. Как дорого. Зато продано тюков. 363 тысячи. Это вся солома с полей. Которые мы убирали. Овес и пшеницу. И излишки тюков сена. Это к вопросу о том, имеет ли смысл вот сейчас тюковать это поле. Вообще имеет, конечно. А 15 тысяч расходы на топливо. Эту бочку я заправлял 3 или 4 раза за всю уборочную. Плюс косилки, ворошилки тоже периодически ездили заправляться. Доходы от продажи урожая. 95 тысяч. Это все излишки урожаев. Не сильно много на самом деле получилось. И пару прицепов соломы здесь. Одно поле я убирал фуражным прицепом. Там где был нут. И там была солома бобовых. Ее прям мало сыпало. Можно было смело пускать туда фуражника. Они даже почти с комбайном вместе и закончили. Не мешали друг другу. Самое вкусное. Доход по контрактам. 1 миллион 386 тысяч. Это контракты на уборку. Все поля, которые убирались, еще были контракты на культивацию. И опять-таки сенокоз. Ну и другое. 38 тысяч. Это наш процентик за эко счет. Итого все равно мы типа сегодня в минусе. Минус 518 тысяч. Ну да, у нас большие приобретения. Ну в общем-то мы купили биогаз. И давайте полазим по менюшкам. Посмотрим, что это такое. Я уже рассказывал про модик продакшн инфохат. И вот сейчас мы купили первое производство. И для полного обеспечения в год, чтобы он нормально работал, будет требоваться 2,5 миллиона литров силоса. И тогда он будет, вот эта линия будет работать постоянно. Ну и соответственно еще резаная сахарная свекла, навоз или жидкий навоз. У нас там тоже может перевариваться, но пока что не будет. Вот эти линии. Давайте их все выключим, чтобы не кушало наши денежки. 8 кубов в час он будет перерабатывать. И давать нам дегистат, метан и электрозаряд. Все это у нас идет на складирование. То есть на хранение. Тут еще есть режим создания, продажа, распределения. А создание, насколько я понимаю, это будут появляться поддоны. То есть выгрузка по сути дела. Пускай оно все складируется. То есть денег это нам в ближайшее время приносить не будем. Посмотрим, как быстро это будет складироваться. Опять-таки, если мы запустим пока что одну линию на силосе, то глядя в эту табличку, мы будем получать примерно 2,2 в год. Также можно посмотреть в месяц и в час. Но вот в год сразу же есть у нас цифра. Электрозаряда. Дегистата 732 тысячи литров и метана 11 кубов. Не сильно много. Я пока даже не знаю, куда он может использоваться. Но потом посмотрим. Электрозаряд у нас вмещается всего лишь 1 миллион киловатт. Поэтому надо будет его продавать, наверное, периодически. Если мы не будем строить какие-то производства другие за это время. А мы, наверное, будем. Хотя, не знаю, посмотрим. Будем по финансам смотреть. Но пока что пускай складируется. Если вдруг забьется, продадим не проблема. Тут продается он напрямую просто. Прямо оттуда. Силос мы пока что выключаем, чтобы денежку не хавало. И нам надо, друзья, взять где-то силос. Силос, друзья, возьмем с контрактов, с излишков. Принимаем все вкусные контракты. 18-ое поле не хочу пока что. И 25-ое тоже не хочу. Все остальные, разумеется, хочу. Даже маленькая 79-ая. С него, кстати, и начнем тогда. И, друзья, нам нужна вот эта вот тюкалка. От трактора мы ее отцепляем. Где-то у меня солому тюковал я этой самой тюкалкой. Чтобы быстрее было. Ты едь, друг, паркуйся. Кто завершил работу? Комбайн, наверное, завершил работу. Но сейчас мы разберемся с ним. И наша косилочка. Вот эта прекрасная, самоходная. Эту самую тюкалку мы цепляем на эту косилочку. И что мы делаем? Правильно, мы отправляем это все дело тюковаться. Пум-пу-рум-пу-пум. Начинаем с самых маленьких полей. Давайте с 79-ого. Генерируем ему маршрутик. 79-ый у нас вот здесь вот было. Маленькая вот такая вот пупусечка. Может все маршруты круговыми сделать? Чуть больше травы останется. Но удобнее ему будет ездить. Не будет спотыкаться сам в своей же тюке. Ладно, пускай будет три полосы, как и везде. Хотя здесь даже и три не получилось. Ну и с начальной точки на первое поле. Погнал. Едь, тюкуй. А у нас вот этот комбайн таки завершил работу. Аллилуйя. Вы не представляете просто, как долго это было. Второй комбайн меньше простоев будет. Сейчас оба мана будут работать исключительно на него. Так, а вы не могли бы как-нибудь отсюда уйти? Нет? Не хотите? Ну, не хотите как хотите. Тогда мы просто возьмем жатку и отодвинем ее. Я застрял в жатке. Серьезно? Хотя он выглядит полным, этот ман. Ну да, в нем 31 куб. Мог бы и разгружаться, кстати. Ехать с таким количеством. Где? А вот. Где прицепное устройство-то отскочило? Сильно бросил. Сдынь. Все. Ты, друг, едь, паркуйся. Этому товарищу еще три прохода осталось. Давай-ка, едь, паркуй, это самое. Разгрузись пока. Второй ман у нас пустой. Сейчас он как раз будет на ходу разгружать наш комбайн. Видимо, не будет. Ну, ладно. А тот успеет к тому времени вернуться. И будет минимум простое. И этот товарищ, кстати, приехал. Давайте поставим его заправляться. Заправляется он крайне медленно. У меня мод стоит, чтобы он медленно заправлялся. И, возможно, я скоро от него избавлюсь. Ты, друг, что-то совсем неполным грузишься. Ну, ладно. Вот в один прицеп он, получается, вот эту вот всю площадь собрал. Нормально. Пойдет. Ну, а сейчас, друзья, тогда я выполняю все контракты на тюковку. Это у меня займет примерно часа 4-5. Может, чуть больше. Ну, и последнее поле, которое я буду обрабатывать, 45-е. В общем-то, скорее всего, почти все поле мы отвезем на биогаз. А когда мы будем к этому моменту подходить, тогда и встретимся. Итак, друзья, у нас 18.41 на часах. Время уже прям даже темнеть начинает. Хотя июль темнеть вроде как должно попозже. Но, ладно, имеем то, что имеем. За это время, в общем-то, были выполнены все контракты на тюковку. И все доставки на тюковку силоса тоже были выполнены. Осталось вот 4 поля, которые вот не хочется делать. И получается, что все вот эти вот тюки, которые здесь лежат, и вся вот эта вот трава, которая у нас скусится с последнего 45-го поля, это все наше. И все это дело мы, разумеется, скормим биогазу. Я думаю, что сначала я отвезу туда все тюки. И что за звуки такие? Как будто кто-то постоянно закрывается или открывается, или прицеп отсоединяется, непонятно. Во, слышали? Как будто тюковщик, наверное, слышен. Ну, ладно. Так вот, все это поле, усыпанное тюками, это все наше. Еще, что самое главное, поле номер 78. Солома тоже усыпана вся тюками, это тоже все наше. Единственное, вот есть тюк один около 75-го поля, он в воде. Я его не смог достать, даже с суперсилой. Что с ним делать, не знаю. Но вообще есть кнопочка удалить все тюки с карты, поэтому, наверное, все соберем и его удалим, чтобы не мозолил глаза. Биогаз я сейчас запускать не буду. Мне интересно посмотреть, сколько здесь травы, точнее силоса, мы получим. Соответственно, меняем пункт садоводства на биогаз разгрузка тюков, насколько я понимаю. И надо разгрузку вправо поставить. Заодно посмотрим, работает это или нет. Разгрузка не позади, а разгрузка вправо. Ну и давай, езди, собирай тогда. Также, друзья, раз у нас затюковано все 78-ое поле и работ там никаких не передвидится, можно отвезти последнюю пшеницу по контракту и закрыть этот гигантский контракт. По-моему, я 4 прицепа себе оставил, но сейчас мы посмотрим точно, сколько надо отвезти. 45-го поля почему-то тоже стало недоставлено 49-700. Это интересно. У меня есть подозрение, что лучше это отвезти, наверное. Ладно, чуть что. Будем смотреть потом. А здесь недоставлено 97-500. Один прицеп это 35 с копейками кубов. В общем-то, да, действительно 4 прицепа. Отправим оба наших мана сделать по 2 поездки. Они, правда, тут все такие чистенькие, благородненькие стоят. На ЖД вокзал им надо отвезти пшеничку. С нашего, разумеется, склада. БГА склад загрузка. И два раза. Давай, едь. У тебя все будет хорошо. И второму ману мы говорим сделать абсолютно то же самое. С нашего склада отвезти на пшеницу. На ЖД вокзал. Где пшеница? На боку П пшеница. Во, тоже два раза. Они, соответственно, едут два раза. Так они, видимо, загружаться сразу не сильно хотят ехать, да? Ну, ничего страшного. Они отвозят по два прицепа, после чего паркуются обратно. А здесь у нас техника тоже вся чистая, кроме вот этой вот тюкалки, которая последняя вернулась на базу. Ща мы ее тоже помоем. Да, от нечего делать, я даже технику все перемыл. Да, не достой шланг, друзья. Будет полная реорганизация техники. Наверное, даже в следующий раз займемся, потому что сейчас мы еще кругленькую сумму денег так-то получим. Возможно, купим еще один участок, поставим еще гаражи, и немножко это все дело покрасивее распихаем все. В следующей серии, наверное, этим займемся. Или, может, стремец какой выделить под это дело. Так, ну все, вроде бы чисто, да? Так, бздынь. Все чистенькое, красивенькое. Потому что то, как сейчас вот это вот все находится, это некрасиво. Я прекрасно это понимаю, некрасиво и непрактично. Вот эти вот двое грязные, ну и ладно. Я думаю, может склад тюков еще сюда поставить. Короче, пока что я в раздумьях, что и как делать. Посмотрим. Как там у тебя дела? Ты там собираешь тюки, нет? Он их не собирает. Засранец. Почему-то вот после перезапуска, когда вот так вот оставляешь, они их потом как-то хреновенько видят. Начинается какой-то тупняк. Крайне мере у меня. Но, давай, едь. Вот засранец. Вот что с ним не так? Появляется еще красная какая-то метка в инспекторе. Как будто что-то ему мешает. А что ему мешает? Непонятно. Ладно, один прицеп соберем руками, может быть потом он как-то образумится. Просто если не будет работать сбор на 78-м поле того, что там лежит, это будет фиаско. Тюкалка 5,5 часов тюковала те тюки. И просто их стереть с карт, это прям ну как-то, как-то ужасно. Так, все, отпускаем его. Он закрывается, едет на разгрузку. Нам сейчас главное посмотреть разгрузку. А, я ему не поставил. Вот эту вот кнопочку не нажал. Ладно, сейчас все будет нормально. Сейчас оно сработает, посмотрим как оно выгружается. Что у меня тюки разгружались просто на разгрузке, на обычной. С прицепа, который на тракторе был. Некоторые контракты были на биогаз север просто. Поэтому я сюда уже как бы пробовал это все дело возить. Есть БГА разгрузка. Разгрузка тюков. Тут вот они параллельно друг к другу проходят. Разгрузка чуть слева. Для тюков я имею ввиду. Насколько я понимаю, сделано для разгрузки направо. С автопогрузки, да. Кстати, пару дней назад вышла третья серия только на ютубе. И там в комментариях написали, что у человека есть подозрение, что контракты на известь сломали поля. Вот то, о чем я вам рассказывал недавно. И может быть это правда. В общем-то тогда посмотрим. Обидно будет отключать этот мод, конечно. С другой стороны, у меня есть надежда, что вот мы скоро закончим выполнять контракт. И будем только на своих полях работать. Надо правда еще полями обзавестись будет, наверное. И заводики у нас когда появятся, будет уже не до контрактов. Хотя с другой стороны, ну вот серьезно. Ты себе утром строишь планы на день. Залазишь просто в контракты посмотреть. И видишь контракт за 93 тысячи или за 526. Разве не захочется его убрать? Конечно же захочется. 94% произведена доставка на поле 78. Один ман разгрузился. Сейчас и второй разгрузится. Это будет 2 доставки из 4. Нас сейчас конечно больше вот эта разгрузка интересует. Второй тоже завершен. Что-то он там тогда неправильно считает. Доходы от продажи урожая. Значит 2 вот этих прицепа у нас были лишние. И пускай они продаются как бы. Не вижу смысла оставлять эту пшеницу у себя. Ну и мы тогда принимаем. Ладно. Тюки смотрим. Тюки разгрузились не все. Надо разгружать их чуть раньше. Ладно, мы скажем так сильные. Поэтому мы можем просто это запихать сюда. Но точечку эту тогда надо немножко пододвинуть назад. Я думаю что я смогу это сделать даже не выходя из этого трактора. Вот север разгрузка, а вот разгрузка тюков. Давайте сделаем ее вот здесь. Посмотрим как это будет работать. И да. Торжественно перерезаем ленточку. И принимаем вот этот вот адский контракт. Который занял реально ту его кучу времени. Бздынь. И готово. Теперь можно обновить контракты. И там появится культивация за 164 тысячи. Вот серьезно. 164 тысячи. Разве не соблазнительно сделать? Даже если есть чем заниматься. Конечно соблазнительно. Мы его принимаем. Я думаю часа за 4. Вот этот вот Нью Холланд. Вполне себе справится с этим полем. А вот и маны приехали. Ну и в меню теперь мы здесь видим силос. 124 874. Какое-то вот прям неровное число. Да? Вроде тюки. Вроде они все по 3 500. 36 штук. А куда-то какие-то литрики пропали. А почему? А неизвестно. Кстати. У меня знаете есть еще какая мысль? Поставить здесь табло. Повесить его прямо на стену вот сюда. Как вам идея? Мне кажется оно отлично будет смотреться. Давайте попробуем это сделать. Это у нас что? Это у нас инструменты. Да? Да. Инструменты. Здесь есть вот такие вот различные табло. Одно мы поставили около нашего элеватора. Оно на 20 строк. Тут у нас максимум 9 нам надо. Поэтому я думаю что маленький какой-нибудь мы всунем. Или 7 там по-моему даже было. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На семь строк. То есть на восемь строк он вполне себе сгодится. А 12, 8. Во. Вот этот подойдет. Так. Приближаемся. Повесим его. Блин. Черт. Во. Вот здесь прямо на стену и повесим. Где-нибудь вот здесь. Да? Единственное у меня немножко вот угол. Я плохо вот ориентируюсь. Но вроде как вот оно вдоль стены ровно. Да? Вот так вот. Ладно. Если что перевесим потом. Вот здесь хорошее место будет. Я надеюсь хорошее. Давайте подойдем посмотрим поближе. Насколько криво я повесил. Но на самом деле криво. Надо было повернуть. Или нормально? Нет. Давайте переделаем. Не нравится мне такое. Вот эту вот штуку мы сносим. 2500 за нее получаем. Можно кстати весь биогаз снести. И силос продастся из него. Но мы сносить его не будем. Мы копили деньги чтобы его купить. Надо было сносить его раньше. Кстати получили бы деньги за это. Так. 12 строк. Если он будет вот здесь. То наверное его стоит вот так вот как-то повернуть. Ну давайте попробуем вот так. Надеюсь это поровнее чем у меня первый раз получилось. Ну почти знаете. Почти. Или некрасиво как-то да. Черт я не знаю сколько я денег потрачу. Прежде чем сделаю так чтобы мне нравилось. Кривовато получилось да. Я вообще в этих вот строительных делах всех. Так. 8900 наша пшеничка первого прицепа. Понятно. Нормально. Так. Снести экран. Еще раз сносим. И инструменты. Или вот так вот камеру поставить. Так же же должно быть видно. Ну так высоту фиг увидишь. Мы где-то вот здесь будем правильно. В теории выровняли да. И вот под этот кран. Примерно вот сюда бах. Высоковато получилось. Ну ладно пойдет. Ну и вроде как вообще в воздухе висит. Ну вроде как ровно. Пойдет. Короче вот этот вариант меня вроде как устраивает. Вот. Здесь соответственно у нас показывается все что есть. Чего нет. Не показывается. Что логично. Ну и давайте подождем еще пока приедет наша Вольво. Привезет тюки. Она вроде как ездит собирает. Все нормально. Без лагов. Без багов. Мне важно чтобы оно нормально разгружалось. А вот и маны кстати вернулись. Один вернулся. Второй на подъезде. Они парковаться едут. С ними все хорошо. Есть друзья просто вероятность что я точку подвинул назад. И последние тюки например не будут влазить. Это будет не очень хорошо. Но вообще друзья у меня еще есть мысль и силосной ямой поиграться. Засесть какое-нибудь поле с сечкой. Собрать прям дохренища силоса. Я понимаю что это адские мучения. Но иногда хочется. Один раз за карьеру надо попробовать этим дерьмом позаниматься. Тем более в 22 ферме я вообще ни разу этого не делал. Где там наша Вольво? Она уже едет сюда. Я точно знаю. Тут еще и ландшафт выровнять так-то надо. Почему-то провалились вот эти стоянки. Чуть ниже находятся. Я помню раньше залазил на эти БГА. На крышу. И смотрел с крыши. Я думаю кстати здесь тоже можно будет залезть. Как-нибудь. Нет. Ладно фиг с ним. Залезем на трактор. Видимо не залезем даже на трактор. Ну давай. Удиви меня. В хорошем смысле правда. Бздынь. И все попадало. Отлично. Прям кайф. И здесь все это видно. 239,543. Куда-то какие-то литрики пропали. Подевались. Ну да ладно. В общем-то друзья. Кстати а сколько у нас здесь вместимость? 1500 литров у нас здесь вместимость силоса. И два прицепа привезли. Это уже 240 кулов. Вообще по контракту типа требуется 1 миллион 118 кубов. Ну надеюсь что здесь в принципе хватит места на все. Если не хватит рядом, какие-то положим где-нибудь. Не пропадут. На этом эту серию наверное друзья мы закончим. Очень много времени я потратил на ее запись. Потому что очень много всего было сделано. Контента не очень много получилось. Наверное она даже коротенькая довольно таки выйдет. Но извините. Мы сделали большой шаг вперед. Мы купили биогаз. И начинаем уже упарываться в наше производство. Встретимся мы друзья в августе. Вечером сейчас я вывезу вот эти тюки сюда. Наверное даже сначала я вывезу. Начну вывозить тюки с 78 поля. А их там прям очень много. То есть их тут прям очень много. Их тут прям ну вообще дохренища. Как вы видите. Вот это все дело мы продадим и получим какие-то денежки. Плюс контрактик 164 тысячи за культивацию вот этого всего дерьма. Будет полезно. Мне с одной стороны было интересно посмотреть, что у нас получится по силу сус поля. Но в общем-то надо запускать производство. Оно наконец-то работает. Если же мы будем собирать с контрактного поля по миллиону. У нас три покоса в год получается. То есть мы сможем обеспечивать по миллиону работу этого биогаза без проблем. Еще кстати в настроечках. Ну вроде бы у меня все включено. А худо этого я не вижу. Но производство же заработало. Или должен час закончиться. Ладно подождем. Вообще не должен час заканчиваться. Производство активно. Оно работает. Электрозаряд уже какой-то появился. Дегистат какой-то появился. А в инфохаде ничего нету. В инфохуде. Кому как больше нравится. Вот здесь соответственно появились новые строчки. Дегистат, метан, электрозаряд. Метана показывает ноль. Но на самом деле его не ноль. Его там просто какие-то десятые литра. Сотые может. То есть прям мало-мало. Но производство работает. Капает. Почему не отображается худ? Настраивается количество строк. Где отображается. Но у меня не видно. А также тут еще на цены есть. Если что-то накопилось. То что можно продать? Давайте 100 тысяч литров поставим. Чтобы копилось. Может быть где-то здесь надо его включить. Переключить отображение. Ctrl-P. Есть такая кнопочка. Давайте попробуем ее нажать. Ctrl-P. Опс. Появилось. И правда. У нас здесь написано. Биогаз север. Силос. То есть что за производство. Что за культура в Силос. И хватит его на один день 4 часа 11 минут. Игрового времени. То есть сейчас у меня оно замедлено в два раза. Во. Так нормально. Все работает. Глаза вроде не мозолит. Да? Можно вверху по центру это поставить. Я не знаю будет ли оно там мешать. Давайте пока пускай там будет. А там посмотрим. Как будет удобно. Просто когда появится больше производств. С другой стороны сократил до трех строк. Да и все. Посмотрим как оно будет. Так вот друзья. В общем-то я вывезу продам тетюки. Перекультивирую то поле. Вывезу вот эти тетюки на наш биогаз. И перемотаю время до утра. И утром мы с вами соответственно встретимся в августе. А в августе у нас есть поля. Которые должны будут созреть. Наших полей правда здесь нет. Но мы собирались посеять канолу. На 36 поле как раз в августе. Поэтому вроде как будет что убирать. На своих полях работа будет. Возможно займемся реорганизацией вот этого всего дерьма. Купим какую-нибудь территорию. Может быть вот эту около дома. Может быть покусимся на южный биогаз. Тут тоже вот есть неплохая территория. Но надо будет почитать справочку. А точнее посмотреть весь список производств. Которые здесь есть. Потому что у каждого производства. Ну не у каждого. Но у некоторых. Например вот первое. Что мы тыкнули сыроварня. Есть рекомендуемый участок для установки. Номер 6. Я в общем-то хочу по фэншую. На самом деле их там и размещать. Кстати с высоты птичьего полета. Меня прям тюки заинтересовали на 78 поле. Раз уж мы здесь. Да их дохренище. Не знаю как ютуб похерил не похерил картинку. Но вот так вот. Так вот. Производства имеют участки для размещения. И надо просто посмотреть. Не запланировано ли что-нибудь на те участки. Это в общем-то посмотрим. Ну и сейчас друзья будем копить тогда денежку. Мы на лесопилку. Следующее что мы будем запускать. Лесопилка у нас ставится. По-моему где то ли вот здесь вот участок. То ли вот здесь вот участок. С лесом не помню. По-моему вот этот. И здесь предварительно надо будет вырубить лес. Это будет первое. Я там отступлюсь от своих правил. Возьму скорпиона в аренду. Потому что постоянно пилить лес я не хочу. А для поддержания лесопилки у нас будет лесоруб. Тоже размещаемая такая штука. Так что мы в общем-то поставим. Надо будет накопить на лесопилку. На участок. Ну и деньги на технику какую-то понадобится. Но я думаю что это совсем скоро у нас случится. Так что чтобы не пропустить все это дело. Подписывайтесь на канал. Если не хотите ждать следующую серию. То ее посмотреть уже наверное можно на бусте. Еще и следующую. И следующую. И следующую. Там все выкладывается по мере съемки и монтажа. Вот как только так сразу. Без расписаний. Спонсорам разумеется огромнейшее спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилей. И всем пока. Знаете друзья. На поле лежит 6 миллионов 30 тысяч литров соломы. 300 тысяч у нас лежит на складе. И вот 200 тысяч мы за них получим. Поэтому наверное это того стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok